Всем добрый день. Я сразу дико извиняюсь за свой голос. Я надеюсь, контент будет гораздо интереснее, но так вышло, и мы иногда, бывает, простываем. Да, и сегодня, буквально утром, голос совсем потерялся, но уже немного восстановился. У меня есть 30 минут, обычно я выступаю достаточно больше, часа два мои минимальные выступления длятся, поэтому мой темп будет достаточно быстрый, но постараюсь выдать достаточно много контента на тему того, как быть лучшим для клиента. Так как я в проектном консалтинге и занимаюсь проектным консалтингом, я стараюсь давать конкретные методологии, конкретный образ мышления, не столько конкретные какие-то фишечки, которые выдернуты из контекста, сколько хочется дать образ мышления, чтобы вы пошли и начали применять его самостоятельно. Чуть-чуть о себе, совсем вкратце, чем я занимаюсь. Я занимаюсь проектным консалтингом и называю это тактикой построения системы продаж. Это выглядит примерно следующим образом. Если мы возьмем деятельность любой компании и разделим ее на три уровня, на стратегию, тактику и операционные действия, то я работаю на вот этих верхних уровнях. Стратегия отвечает на то, куда компания идет, ее большая цель, целевая аудитория, позиционирование, рынок, клиенты. Тактика отвечает на вопрос, как мы туда придем, какими мы должны быть внутри себя с точки зрения организационной структуры, с точки зрения бизнес-процессов, это скелет компании, для того, чтобы к этой цели прийти. Операционка отвечает на вопрос, что конкретно мы будем делать ежедневно. Общение с клиентами, скрипты продаж, обучение менеджеров, найм и так далее. Это все ежедневная рутина, в которой варится абсолютно каждая компания. И когда возникает какая-то проблема, вы начинаете ее решать вот здесь, потому что это самое очевидное. Давайте проведем тренинг по продажам, давайте скрипты напишем, давайте руководителя отдела продаж наймем, давайте его уволим и так далее. Но умные западные консультанты говорят следующую вещь. Цена ошибки здесь единица, здесь 10, а здесь 100. Бесполезно вариться в операционке, если вы с точки зрения оргструктуры и бизнес-процессов выстроены неправильно. И вы не понимаете, куда вы идете, либо вы идете не туда. Вот это все мертвому припарка, бесполезно там вариться. Соответственно, сегодня будем говорить вот об этом, о стратегическом уровне, который самый-самый важный. Откуда мой опыт? Потому что сейчас очень много, как я говорю, псевдо-тренеров и псевдо-консультантов, я их называю бизнес-аниматоры, которые очень красиво выступают, шутят, всем весело, всем хорошо. Мой опыт конкретно из практики. Первая компания, в которой я поработал, компания 1С Рарус, один из ведущих партнеров 1С и самый крупный, один из самых крупных. Здесь, в Новосибирске, я был менеджером по продажам, руководителем отдела продаж, руководителем направления интернет-проектов. Большая системная компания, на которую я посмотрел, как она работает изнутри, в которой я сам поуправлял большим системным отделом продаж. Дальше я ушел в компанию Microsoft. Это колоссальный западный опыт. Я посмотрел на то, как выстроены западные компании, как они управляются. Совершенно другой принцип управления. И некое мое хобби, это фри, это большой венчурный фонд, инвестиционный, который инвестирует в стартапы. Фонд развития интернет-инициатив. Соответственно, все новосибирские стартапы так или иначе через меня проходят для подтверждения своей бизнес-модели. Это вот мой опыт. Только после этого я пошел в консалтинг, когда я понимал, что нет отдела продаж, с которым я не разберусь. Потому что в Раруси и в Майкрософте я видел такие вещи, которые я до сих пор у клиентов даже не встречал. Теперь, собственно говоря, по самой теме. Почему есть проблема того, что компании не становятся лучшим для клиента? Она звучит примерно следующим образом. Она называется «мы тоже». Когда приходишь в компанию, говоришь, чем вы занимаетесь, они рассказывают на три страницы, чем они занимаются, как они себя позиционируют. Берешь позиционирование компании-конкурента, убираешь название конкурента, говоришь, вы тоже это делаете? Они говорят «да». То есть у нас комплексное решение, у нас все под ключ, у нас системная интеграция, вы это можете? Можем. Стройка идет, бюджет гигантский. Это можете? Конечно. Как бы мы вообще этим не занимаемся, но раз бюджет есть, мы там подсуетимся туда-сюда. Это тоже можем. Это с одной стороны смешно, но с другой стороны так по факту и происходит. И большинство компаний говорят «мы для всех, мы делаем все для всех». «Мы это можем, мы это можем, мы это можем». И они почему-то считают, что это хорошо. На самом деле это плохо. У клиента в голове не мой вопрос «в чем ты специалист? Как мне выбрать? Чем ты отличаешься от конкурента, который за углом? У нас лучшее соотношение цены и качества». Если ваши менеджеры так говорят, подойдите и задайте им вопрос «что конкретно ты имел в виду, когда говорил лучшее соотношение цены и качества?» Он не ответит на этот вопрос, потому что это непонятно, что это такое. Это то ли цена, то ли качество, ни то, ни другое. И у клиента в голове каша, он не понимает, как выбрать. Соответственно, будем говорить о том сейчас, что сделать для того, чтобы клиент понял, в чем вы профессионалы. Типовые ошибки, из-за чего это происходит? Из-за того, что есть классическая, когда мы идем в маркетинг и пытаемся как-то отстроиться от конкурентов. Мы пытаемся проанализировать целевую аудиторию и просегментировать ее по продукту. Мы начинаем сравнивать свой продукт с продуктом конкурента. И пытаемся свой продукт сделать лучше. Это большая ошибка. Дальше объясню, почему. Так не надо делать. Сегментирование по типу потребителей. B2B, B2C, B2G. Это тоже нерабочая история, когда компания говорит, мы с B2B работаем, у нас решение и для B2C есть. Ну, это плохо. Опять же, клиент не понимает, как выбирать. Сегментирование по соцдему. Это классика, когда компания начинает говорить. Я спрашиваю, кто ваша целевая аудитория? Они начинают говорить, ну вот от 20 до 40 и мужчины, и женщины, и дети, и пятое, и десятое. Соцдем, к сожалению, давно уже не работает. Только в узких отраслях он работает. Объясню, почему. Вся эта история с соцдемом началась из отрасли, которая была связана с детскими товарами и товарами для молодых мам, где соцдем напрямую связан с потребностями целевой аудитории. Если ты понимаешь соцдем, ты понимаешь потребность. Но для большинства отраслей соцдем не работает. Соответственно, клиенты не приобретают товары и услуги как таковые. Просто товар или услуга какая-то клиенту не нужна. И есть немного другой образ мышления, который позволяет посмотреть на то, как клиент выбирает. И звучит он примерно таким образом. Клиенты нанимают на работу ваш товар либо услугу и увольняют его в том случае, если он не решает их потребность. Так же, как компания нанимает на работу сотрудника для того, чтобы решить какую-то конкретную задачу. Этот сотрудник нанимает себе на работу конкретные товары и услуги, чтобы решить те задачи, которые перед ним поставлены, и те бизнес-цели, которые перед ним поставлены. И это совсем другой образ мышления. Мы здесь не сравниваем товар с товаром. Мы здесь не сравниваем соцдем с соцдемом. Мы здесь сравниваем ту работу, которую клиент хочет решить. И наша задача понять, что это за работа. Как это понять? Есть достаточно три таких простых шага. Проблемное интервью, тест and learn и позиционирование, масштабирование. В чем ошибка? Компании сразу прыгают в третий шаг, в третий этап. Они делают все для всех. Они стараются сделать максимально функциональный продукт. В рынке стартапов я вижу огромное количество стартапов, которые приходят и делают второй Bittrex 24. Я говорю, ребят, зачем? Вот здесь чуть-чуть удобнее, тут чуть-чуть удобнее, тут в Bittrex неудобно. Мы сделали поудобнее и так далее. Я говорю, ребят, это не работает. Чуть-чуть удобнее не работает. Соответственно, подробнее по каждому шагу. Что такое проблемное интервью? Проблемное интервью – это понимание того, как живет ваш клиент. Я буквально здесь несколько шагов написал. Это такая методология, когда вы приходите к клиенту и не разговариваете с клиентом о своих продуктах либо услугах. Вы пытаетесь понять контекст ситуации, в которой находится клиент. Вы пытаетесь понять наличие проблемы, вообще какая у него проблема есть, есть ли она вообще в принципе, есть ли у него желание осуществить изменения, готов ли он эту проблему решать. Потому что очень часто получается так. Мы приходим к клиенту, он говорит, да, проблема есть. Мы спрашиваем, ты готов ее решать? Он говорит, нет, не принципиально. И даже если проблема есть, но он не ищет решения, он никогда ничего не купит. Это два важных шага. Есть проблема и желание найти решение. Дальше. Обстоятельства, в которых клиент добивается изменения. Его контекст, в котором он находится, его среда, в которой он решает свои задачи. Кто его окружает, с кем он взаимодействует, с какими подрядчиками он работает, перед кем он отчитывается. Если в B2B это одна история, если в B2C это другая история. Вы должны понимать его окружение, в котором он находится, при решении своей конкретной задачи. Эта история совершенно не про ваш продукт. Препятствия, которые встают на пути. Что мешает ему решить эту проблему наилучшим образом? Чего не хватает в его жизни для того, чтобы он решил свою проблему наилучшим образом? Клиенты прекрасно об этом рассказывают. И критерии качественного выполнения работы, как клиент поймет сам для себя, что у меня передо мной стояла вот эта задача, я взял вот этот инструмент, я получил вот этот результат и это лучшее, что я хотел. Как он будет оценивать? На основании чего? И вот это кладезь, ту информацию, которую выдает клиент вот здесь, это то, что вы должны использовать при продаже, когда общаются ваши менеджеры с клиентом на встречах, это то, что вы должны использовать в своем позиционировании. И это совершенно история не про ваш продукт, это история про бизнес-задачи клиента. Когда примерно года три назад я выступал в Москве на битриксовской конференции для веб-студий, я говорил, ребят, просто веб-студии, которые просто делают сайты, давно уже никому не нужны. Тогда меня слегка не поняли. Я говорил про то, что, ребят, веб-студиям пора идти в консалтинг и решать бизнес-задачу. Просто сайт никому не нужен, просто корпоративный портал никому не нужен, просто CRM никому не нужна. Есть бизнес-процесс, в котором находятся эти инструменты. Дайте клиенту готовый бизнес-процесс. Зачем он берет сайт? Для решения каких задач? Зачем он берет CRM? Для решения каких задач? Готова ли его компания к внедрению этих инструментов? Скорее всего, нет. Надо разбираться с бизнес-процессами, надо готовить компанию. И это уже вообще история не про то, чтобы просто разработать сайт. Тогда меня слегка не поняли. Сейчас это достаточно очевидная история для веб-студий. И более-менее крупные веб-студии прекрасно это понимают. Что просто сайты уже никому не нужны. Это первый этап проблемное интервью. Дальше. Test and learn. Когда вы собрали эту информацию от клиентов, и вы поняли, какая проблема перед клиентом стоит, как он готов ее решать, в каком контексте он находится, как он будет оценивать результат, ваша задача очень быстро выкатить прототип. Какое-то быстрое, простое решение на коленке. Не надо очень долго и сложно заморачиваться разработкой идеального продукта. Идеальные продукты никому не нужны. Сделайте на коленке. Если клиенту нужна какая-то система маркетинговой аналитики, то на самом деле на выходе он хочет получить отчет с конкретными показателями, метриками. И в идеале, чтобы вы ему еще и управленческое решение предложили, проанализировав эти метрики. Вот что он хочет. Для этого не надо разрабатывать автоматизированную систему типа Ройстата, чтобы все автоматически собиралось. Просто поймите, какие метрики клиент хочет собрать, соберите их вручную в Excel, приведите в нормальный вид, принесите клиенту отчет на один лист, который сделан вами вручную, и скажите, какое управленческое решение надо принять. Именно это он хочет. Как вы это сделали, ему плевать. Автоматически или не автоматически, все равно. Но это будет являться вашим прототипом. Вы сможете это сделать буквально за два дня, а не за полгода разработки. В разработку лезть не надо, пока вы четко не понимаете, что это именно те задачи, которые хотел решить клиент, и он готов это покупать, и он вам за это платит. Соответственно, вы тестируете разными прототипами очень быстро, очень короткими итерациями. Приходите к клиенту после вот этого проблемного интервью и говорите, это то, что ты хотел или нет. Если он говорит, что это то, что я хотел, он вам платит. Если он говорит, что это не то, что я хотел, вы идете и переделываете этот прототип так же очень быстро. И, соответственно, постоянно обучаетесь, лен. То есть вы собрали обратную связь от клиента, сделали выводы, пошли, скорректировались, снова пришли к клиенту. Снова получили обратную связь, снова скорректировались. Это постоянный цикл. Соответственно, такая мысль. Товары и услуги не создают ценность вообще просто сами по себе. Если взять и выдернуть из контекста какой-то товар или услугу, они никому не нужны. Они создают ценность применительно к конкретному сегменту потребителей. Их задачам, проблемам, выгодам. Соответственно, что вам нужно сделать, когда вы пытаетесь понять те задачи, которые клиент хочет решать, и ту работу, которую он хочет сделать с помощью вашего продукта либо услуги, вам нужно сделать простые вещи. Понять свою целевую аудиторию, которая объединена проблемой. Она не объединена соцдемом, она не объединена вашим товаром. Не надо сравнивать товар с товаром, не надо сегментировать целевую аудиторию по возрасту и так далее. У них одна и та же проблема. И у мужчины, и у женщины может быть одна и та же проблема. И у 20-летнего мужчины, и у 40-летнего мужчины может быть одна и та же проблема. Если вы пойдете в соцдем, есть большая вероятность, что вы отсечете часть целевого аудитории, это будет большой ошибкой. Соответственно, при анализе целевой аудитории понимайте, какая у нее проблема. Вы это можете понять только через проблемное интервью. Возьмите и придите к клиенту. Не сидите в офисе, не фантазируйте, что клиент может думать. Не занимайтесь сложной, долгой разработкой. Есть такая фраза «get out of the building». Выйдите из офиса и пойдите к клиенту. Наблюдайте за тем, как живет клиент. Напишите целую историю про то, в какой ситуации он находится и как он решает свои задачи. Через общение с ним, через проблемное интервью. Проблемное интервью назначается очень легко. Когда вы звоните клиенту и говорите, что мне интересен твой бизнес, мне интересно понять конкретно твою работу, я хочу поговорить о твоей профессиональной области, вас с удовольствием будут слушать. С удовольствием. Это всегда подкупает клиента, когда вы не пытаетесь продать что-то, а вы пытаетесь донести до клиента мысль, слушай, мне интересно понять, как ты живешь. Давай сначала разберемся, как ты живешь, потом я буду думать, что с этим сделать, я постараюсь принести для тебя максимально подходящее решение. Соответственно, когда вы это сделали, целевую аудиторию для себя сегментировали, то проблемы – это цитаты клиентов. Когда вы проводите проблемное интервью, формулировки проблем – это то, что они говорят на проблемных интервью. Именно это потом будет ложиться в ваше позиционирование, это будет ложиться в скрипты продаж, это будет ложиться в целом в понимание того, о чем и как разговаривать с клиентом, на каком языке. Потому что часто такое бывает, когда менеджер про одно, клиент совершенно про другое. Простой пример. Менеджер прорывается на встречу с президентом банка, продает какую-то айтишную систему, на пятой минуте разговора начинает президент банка грузить тем, какая система хорошая, какие у него характеристики, она умеет вот это и вот это, тут такие отчеты, тут такая субэдэ, тут много-много всего, на что президент банка говорит, слушай, первое, я этих матерных слов не понимаю, у меня есть отдел айтишный, целая армия там сидит, айти-директор и так далее. Все эти слова знают, иди поговори с ними. Второе, вообще-то мы заявляем, что мы самый клиент-ориентированный банк. Как твоя система позволит мне это подчеркнуть? Не знаешь, зачем пришел? Иди готовься. Все, разговор на этом заканчивается. У менеджера был колоссальнейший шанс. Он пробился на встречу к президенту банка, и он слил эту встречу на третьей минуте разговора, потому что он говорил не о том, не о тех проблемах, которые волнуют президента банка. Президента банка не волнует продукт, президента банка волнует бизнес. С ним надо разговаривать на языке бизнеса. Как только вы продали идею с точки зрения бизнеса, и вы донесли до президента банка, что вы понимаете банковский бизнес, и вы знаете, как ваш продукт может повлиять на банковский бизнес, все, он говорит, слушай, с точки зрения бизнеса я купил, а вот теперь иди к IT-директору и объясни, как твоя система будет встраиваться в нашу IT-инфраструктуру. И здесь менеджер идет к продакт-менеджеру, берет его за руку, либо к своему IT-директору и говорит, слушай, я на уровне бизнеса продал, теперь вот иди с IT-директором, я тебе встречу назначил, объясни, почему наш продукт самый продуктовый, самый лучший. В больших серьезных компаниях это выглядит именно так, но для этого нужно понимать цитаты клиентов, как они мыслят, что для них важно. И решением будет продажа. Если вы сделали все правильно, если вы принесли правильный продукт клиенту, он его покупает. Если он его не покупает, вы быстро разворачиваетесь, переделываете свой прототип, приходите с другим прототипом. И в методологии стартапов, это применимо ко всем существующим компаниям, есть такое понятие «хади-циклы». Хади выглядит вот так. Гипотеза, вы выдвигаете, что потенциально может быть интересно вашей целевой аудитории. Пока это ваша гипотеза, или по-другому мы это называем галлюцинацией, она не проверена. Конкретные действия, вы идете и проводите проблемные интервью. У вас на выходе получаются какие-то данные, вы собрали от клиента какую-то информацию, вы получили набор данных. Вы анализируете эти данные, у вас получается какой-то инсайт, вы делаете какой-то вывод. И на выходе вы даете как раз то самое решение. Если здесь все хорошо, отработали, клиент покупает. Если нет, то хади-цикл выглядит в виде цикла. Если его вот так нарисовать, это цикл. Вы снова заходите в этот цикл. Это нормальная работа, правильная. Соответственно, это были ручные продажи. Цель подтвердить ценность бизнес-идеи. Не надо торопиться делать большие продажи и сразу заработать на этом много денег. Если вы ценность не подтвердили, это не долгосрочная история. Даже здесь сейчас у вас может быть что-то купят, но в долгосрочной перспективе это не полетит. Два, три года, пять, десять лет и скорее всего это направление закроется, если вы качественно не проработали. Дальше идет история с масштабированием. Как масштабироваться? Три простые вещи. Аудитория, канал, месседж, который я называю схема. Цель не произвести продукт, цель не в производстве, не в том, чтобы как можно больше растиражировать свой продукт, а цель научиться строить вот такие схемы. В чем здесь логика? Сейчас объясню. Есть целевая аудитория, которую вы определили. Не по соцдему, а по тем задачам и по тем проблемам, которые целевая аудитория хочет решать. То есть кому мы будем продавать? Это первый момент. И у вас может быть несколько таких сегментов. То есть это может выглядеть вот так. Первая аудитория, вторая аудитория, там третья, еще какая-то. То есть вы для себя нарезали, выделили несколько сегментов. У них разные проблемы. Соцдем, там не важно какой, какие продукты, там не важно, у них разные проблемы. Дальше ваша задача определить каналы. В каких каналах эта целевая аудитория находится, откуда мы ее получим. Эти каналы тоже могут быть разные. Там один, два, да, три. Для кого-то это Яндекс.Директ, для кого-то это соцсети, для кого-то это партнерский канал, для кого-то это ивенты, для кого-то это может быть все, что угодно. В каких каналах находится первая аудитория, в каких каналах вторая, в каких каналах третья. Они могут пересекаться, могут не пересекаться. Часто они не пересекаются, потому что здесь разные проблемы, они их по-разному решают, соответственно, в разных источниках ищет решение этих проблем. И дальше месседж. По сути, это ваша упаковка. Что вы конкретно будете доносить, какими словами вы будете доносить свою ценность. Это те самые цитаты клиентов. То есть это ваше ценностное предложение, это ваше уникальное торговое предложение. Назовите, как хотите, как вам удобнее. Я назвал месседж. Что вы в эти каналы будете транслировать? Что такого там должно быть сказано? Что такого должно зашито быть в скрипт продаж? Что такого должно быть зашито в рекламное сообщение, чтобы клиент проникся, отреагировал на ваш маркетинг и захотел вам позвонить? Либо захотел вам написать, либо захотел приехать к вам в офис и почувствовал, что да, это то, что я хотел решить, я хочу узнать об этом подробнее. Я оставлю свой телефон, я оставлю свой имейл, я хочу, чтобы мне перезвонили, я хочу узнать детали, потому что в этом месседже я узнал свою задачу, я узнал свою боль. Соответственно, как происходит конкуренция? Компании, которые не знают такого подхода, не знают такой методологии, упираются в конкуренцию по продукту. Они говорят, что у нас больше функций, у нас эти функции более удобные. Вторая стратегия компания говорит, у нас дешевле и начинает падать ниже плинтуса по цене, что самое плохое, что может быть. Конкурировать нужно не в этом. Конкурировать нужно вот в этой схеме. Вы работаете с той аудиторией, с которой конкурент не работает. Вы используете те каналы, которые конкурент не использует. Вы так упаковали свой продукт, как конкурент не упаковывает. И здесь не важно, сколько у вас функций по сравнению с Bittrex 24. Столько же больше, лучше, удобнее и так далее. Не важно. Не важно, сделали ли вы более удобную CRM-систему, чем какая-либо из существующих на рынке. С какой аудиторией вы работаете, как вы ее привлекаете, что вы до нее доносите. В этом лежит залог успеха. Напрямую с большими компаниями конкурировать бесполезно. И самый простой способ уходить в нишу. Ниша – это выделение ядра своей целевой аудитории, понимание своих каналов, которые вы действительно можете очень качественно прокачивать, более качественно, чем ваши конкуренты. Потому что у вас есть для этого какие-то определенные ресурсы, связи, знакомства и так далее. И месседж. За счет того, что это проблемы клиентов, за счет того, что вы провели проблемное интервью, вы детально понимаете их задачи. Вы не рассказываете здесь про свой продукт, а вы рассказываете про весь контекст ситуации, в котором находится клиент и доноситесь до него. Мы понимаем твою задачу, которая стоит перед тобой. И мы хотим предложить тебе решение всей задачи, не просто сайт, не просто CRM-систему. Мы понимаем твои KPI, которые перед тобой стоят. Мы понимаем, как ты отчитываешься перед руководством, что влияет на твою работу. И мы хотим с тобой об этом поговорить. У нас для тебя именно такое решение существует. Это совершенно другой разговор. Соответственно, если мы говорим про конкурентов, не нужно искать конкурентов в области вашего продукта и напрямую сравнивать. То есть это называется прямая конкуренция. Да, их нужно знать, но это далеко не самые важные виды конкуренции. То есть это те компании, которые делают ровно то же самое. Они не так интересны. А вот гораздо интереснее конкуренты в области решения той же самой проблемы. Простой смешной пример. Стул на пяти ножках. Кто его конкурент? Казалось бы, прямых конкурентов нет. Стулья в основном на четырех ножках. Но его конкуренты все те предметы, которые решают задачу посидеть. Бескаркасная мебель, стул на двух ножках, стол, что угодно. Бытовой пример. Восьмое марта. Есть пять тысяч рублей в кармане. Нужно купить подарок. Можем купить цветы, можем купить бижутерию, можем купить сумку, можем купить все, что угодно. Это не прямые конкуренты. Они из разных отраслей. Все они конкурируют за бюджет клиента, который лежит в его кармане. Это важно учитывать. Если вы продаете софт, вы приходите в крупную компанию, и вам говорят, все классно, все супер, у вас классное решение. Только знаете, в чем нюанс? У нас 30 человек собственного отдела разработки, мы с удовольствием сделаем это своими руками. Это не прямой конкурент. Это конкурент своими руками. Соответственно, в области варианта решения той же самой проблемы. Как в консалтинге. Мой пример. Клиент может заказать консалтинг. Клиент может заказать дорогое внедрение CRM-системы. Клиент может баннерами весь город завесить. И это история, связанная с рекламным агентством. И клиент, если это какая-то транспортная компания, может просто пару дополнительных газелей взять, начать больше возить и увеличить оборот свой. И все мы будем стоять в одной линейке. И все мы будем конкурировать за один и тот же бюджет клиента. Потому что все эти компании решают одну и ту же бизнес-задачу. И когда приходишь к клиенту, если ты к этому не готов, с тобой просто не разговаривают. Потому что ты не понимаешь, о чем речь идет. Поэтому важно учитывать конкурентов в области решения той же самой проблемы. Буквально у меня там 4 минут 5 остается. Несколько примеров. Они в основном все западные, потому что там эту историю уже давно прошли. В Россию эта история только приходит. Какие инсайты компании могут делать, когда они начинают анализировать ту работу, на которую клиент нанимает их продукт. Есть одна из ведущих американских компаний, Arm & Hammer называется, которая производит соду. И когда-то они производили только соду. Но когда они начали заморачиваться проблемными интервью и собирать глубинную обратную связь от клиентов, они поняли, что клиент использует соду для того, чтобы удалять запахи из холодильника. Он добавляет это в зубную пасту. Они добавляют это в свой дезодорант. Они добавляют это в коврики для животных. Соответственно, на выходе появились все эти продукты. И теперь просто сода составляет порядка 10% оборота этой компании. Все остальное составляет вот эти продукты. То есть они заморочились и поняли контекст, в котором клиент использует их продукт. И они не стали конкурировать с другими компаниями, которые производят соду. Сода с содой перестала конкурировать в их глазах. Они создали совершенно другие продукты. Это уже совершенно другой вид конкуренции. У клиентов были разные проблемы, которые они решали с помощью соды. И они пошли именно от этого. Не от того, что давайте сделаем свою соду лучше, чем сода конкурентов. Это не очень интересно. Это недолгосрочная история. Другой пример. Ресторан, в котором продаются, который специализируется на коктейлях, например. Тоже западная история. Очень много и долго пытались сегментировать целевую аудиторию, понять, кто у них покупает коктейли, и задавать им вопросы, о какой коктейль вам больше нравится. И люди рассказывали, шоколадный, не шоколадный, густой, не густой и так далее. Они все это сразу внедряли в свое меню, меняли его. Продажи никак не росли. Плюс-минус было все то же самое. Когда они посадили отдельного человека в зал, и он начал пытаться понять, когда вообще эти коктейли покупают, и кто их покупает, он пришел к выводу, что 40% коктейлей продается утром. Когда люди покупали эти коктейли, с утра он подходил к ним и спрашивал, зачем вы покупаете эти коктейли. Они говорили, мы едем на работу, нам долго ехать, час-полтора, до обеда еще далеко, я хочу выпить что-то калорийное, для того, чтобы до обеда как-то особо голод не испытывать. И плюс в дороге, чтобы не скучно было, чтобы как-то можно было что-то покушать. Иногда мы покупаем булочки, иногда мы покупаем какие-то кексы, еще что-то, но это все крошится, это все пачкает руки, и в машине это неудобно. И вот это тот контекст и та работа, на которую нанимаются коктейли. После этого компания делает автомат по продаже коктейлей, без наличных расчетов, клиент забегает буквально на несколько секунд, покупает коктейль, и плюс они его делают более густым, для того, чтобы его можно было дольше пить, на дольшее количество времени растянуть на дорогу. Это то, что нужно было. И после этого продажи полетели. Это другой контекст, другая задача совершенно. Не вопрос сравнить один коктейль с другим коктейлем, а понять, для чего клиент берет этот коктейль себе. Вузовский пример, когда вуз понимает, что он конкурирует не только с другими вузами за студентов, а он конкурирует еще и с тем, чтобы не учиться вообще. Есть взрослые люди, которые работают, которые сидят с детьми, и они хотели бы поучиться, но на классическое очное образование они не пойдут, на заочку тоже по каким-то причинам могут не пойти. Вуз создает дистанционное образование для взрослых людей. Это та же самая модель мышления. Это буквально несколько примеров, просто для понимания, как необходимо мыслить при анализе тех задач, которые стоят перед клиентом. В принципе, практически я уже закончил. Финальная такая цитата. Нужно действовать по-другому. Не в наборе фич вашего продукта. Не старайтесь делать свой продукт более функциональным и пытаться до клиента донести, что эта функция лучше, чем у конкурента. Клиент, если сел на какой-то продукт, он с него не слезет. Когда я работал в 1С, бухгалтера сидели на версии 7.7, и появилась восьмерка. И казалось бы, 1С монополист рынка, и да, мы перетащили их на восьмерку, но с таким скрипом, если бы 1С не был 1С, они бы никогда не переехали. И все разговоры про то, что восьмерка более удобная, там автоматически сдается отчетность и так далее, они говорили, ребята, слегка плевать. Мы уже сидим, мы не хотим переучиваться. Другой интерфейс, все другое. Это все не работает. Соответственно, дальше действуйте по-другому в маркетинге и в продажах. Строите вот эти схемы. Не пытайтесь конкурировать в лоб по продукту. Пытайтесь конкурировать по аудитории, по каналам и по вашему месседжу, который вы достаете через проблемное интервью. Не нужно быть одним из многих. Не идите в прямую конкуренцию и не конкурируйте в лоб. Старайтесь быть первым в головах клиентов. Первым вы будете только если вы вот здесь правильно себя упаковали. И только когда вы прошли всю эту историю, когда я показывал слайд с тремя шагами, только тогда вы можете идти в масштабирование и в позиционирование. Это был третий шаг. Пока вы не понимаете вот эту схему, масштабировать и позиционировать нечего. Ваше позиционирование будет на уровне мы тоже. И клиент не поймет, как выбирать и на какую полку в своей голове вас поставить. У меня все. Мои контакты, мой сайт, телефон, почта. Вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...